Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Собрался потенциал молодых, энергичных, умных, нацеленных людей. Тех людей, которые знают, чего они хотят. Вот это здорово! Высокую оценку заслужила деятельность организации молодых атомщиков Смоленск АЭС. Твоя задача убрать это красное пятно. Вот это. Экскурсия на АЭС в рамках недели высоких технологий. Мы прекрасно знаем, что именно в этом зале собрались самые умные люди нашего города. Знатоки АДА-2017 собрала эрудитов Десногорска и Рославля. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Текущая мощность 24 562 мегаватта, что составляет по выработке с начала года 104,8%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленск АЭС в работе три энергоблока, суммарная нагрузка 2655 мегаватт. Баспетчерский график выполняется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выработка электроэнергии за 20 дней марта составила 1,210 млн кВт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 244 млн. С начала года выработка составила 5,4 млрд кВт-часов, сверх плана 877 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые атомщики Смоленск АЭС на ежегодной встрече подвели итоги работы в 2016 году и обсудили перспективы деятельности на 2017 год. Проделанная работа заслужила высокую оценку руководства и коллег. Собрался потенциал молодых, энергичных, умных, нацеленных людей. Тех людей, которые знают, чего они хотят. Вот это здорово. То, что у вас есть, то, что вы делаете. Это просто великолепно. Самое главное – цель жизни, добиваться этой цели. Ну и, честно, как я вам скажу, в этой жизни не терять чувство юмора. В организации молодых атомщиков Смоленск АЭС объединены настоящие энтузиасты, волонтеры, несущие добро людям, специалисты, заинтересованные в профессиональном росте и вовлеченные в решение производственных и общественных задач. Среди наиболее значимых мероприятий, которые молодые атомщики провели в 2016 году, конкурс предложений по улучшениям и проектов производственной системы Росатом. Первая производственно-техническая конференция концерна «Молодежь АЭС. Безопасность. Повышение эффективности производственных процессов». Организация выпуска собственной газеты и активное развитие велотуризма. Обращаясь к молодежи, председатель профсоюза Юрий Кузнецов подчеркнул силу традиций, которыми богата атомная станция. Смоленск АЭС первой создала организацию молодых атомщиков, ветеранскую организацию, которые со временем стали передовыми в концерне «Росэнергоатом». Именно в Десногорске – истоки многих спортивных и творческих мероприятий, перешедших в статус корпоративных. Организация молодых атомщиков Смоленск АЭС продолжает генерировать все новые идеи, которые подхватывают на других предприятиях отрасли. Поисковое движение, интеллектуальные турниры «Что, где, когда», «Брейн-ринг», военно-патриотический слет Отечества, спортивный турнир, мультигонка «Единая команда». 2017 год ознаменован 35-летием пуска первой энергоблока Смоленской атомной станции и 25-летием образования концерна «Росэнергоатом». В 2017 году организация молодых атомщиков планирует приумножить те самые традиции, которые были заведены за эти все года, и ввести некоторые свои интересные молодежные мероприятия. Смоленск АЭС – яркий пример использования передовых технологий в атомной отрасли. В этом смогли убедиться воспитанники Смоленского кадетского корпуса фельдмаршала Кутузова. С ознакомительной экскурсией на атомной станции они побывали 16 марта в рамках 6-й Всероссийской школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства. В следующей четверти кадеты 9-го класса, кстати, выпускного, будут изучать тему атомной станции. А посещение Смоленской АЭС – самого мощного энергетического предприятия области – несомненно, поможет эту тему освоить на отлично. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть. Ребята с удовольствием делятся впечатлениями, тем более, что все они на атомной станции впервые. На самой атомной станции, когда мы побывали, увидели этот реактор, это самое такое запоминающееся было. Очень все интересно, все впечатляет сильно. Сама масштабность вот этого вот объекта, то, что это очень давно строилось, но оно все поддерживается в работающем состоянии, за всеми приборами нужно следить. С экскурсией делегация побывала не только на действующем энергоблоке, но и на полномасштабном тренажере блочного щита управления Смоленского УТЦ. На БЩУ ребята с азартом пробовали себя в роли операторов. Сами глазами увидеть. То, что они в учебнике посмотрят и увидят, это одно, а тут они походили, посмотрели, сами поняли, прочувствовали. Отметим, что экскурсия в город атомщиков – это одна из форм совместной работы с госкорпорацией «Росатом». И хоть учатся ребята в кадетском корпусе и мечтают о военных профессиях, всё же вопрос, какие вузы готовят специалистов для атомной отрасли, прозвучал. Экскурсию для воспитанников этого кадетского корпуса можно считать подарком ко дню рождения их учебного заведения, ведь 17 февраля ему исполнилось 18 лет. 17 марта открытый турнир «Знатокиада-2017» объединил более ста эрудитов. Среди них работники Смоленской АЭС и подрядных организаций, ветераны, школьники, педагоги, жители Десногорска и Рославля. Организаторами турнира выступили молодые атомщики Смоленской АЭС и интеллектуальный клуб 3000-х при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС. В отличие от традиционного спортивного варианта игры «Что, где, когда», к которому привыкли заядлые интеллектуалы на Смоленской АЭС, на этот раз им предложили нечто новое. Игра состояла из четырех туров, и у каждого своя изюминка. Первый тур – традиционный «Что, где, когда» по стандартным правилам. Далее следовал «Чайнворд». Игроки получали специальные бланки и заполняли их ответами по правилам «Чайнворда», то есть новое слово начиналось с последней буквы предшествующего. В третьем туре эрудиты демонстрировали сноизнания в области музыки, определяя источник последовательно предложенных 48 мелодий из сокровищницы мировой киноиндустрии. Самым сложным оказалось последнее испытание – дробовик. Здесь участникам турнира пришлось изрядно поднапрячь извилины над сложными составными вопросами, которые потребовали не только хороших знаний в разных областях, но и предельной концентрации внимания. Задание разработал и составил начальник лаборатории отдела технической диагностики Смоленск АЭС, представитель интеллектуального клуба 3000-й Дмитрий Козырев. Он же и провел игру. Нужна золотая середина. И трудная, и попроще, и общеизвестная, и специальные знания иногда попадаются в наших вопросах, как, например, по атомной отрасли. Я считаю, что здесь требуется большое разнообразие. И, что приятно, знатоки Десногорска, в том числе и школьники, поддерживают большой интерес к этому процессу, несмотря на сложности, с которыми им приходится сталкиваться в процессе игры. Победителем знатоки Ады 2017 стала команда А, мы, Б. На втором месте команда 3000-х. Третье место – сборная команда Роллтон, Гречка и Приправы. Призов в отдельных номинациях удостоились Лучший музыкальный слух Юрий Старовойтов, Лучший бомбардир за наибольший вклад в покорение Чайнворда Роман Петров, Лучший стрелок за наибольшее достижение при решении вопросов дробевика Юрий Петров. Поощрительные призы были вручены также двум наиболее выдающимся знатокам среди школьников. Победители получили кубки, грамоты и, конечно же, главный кладезь знаний всех интеллектуалов – книги. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова